Говорит и показывает Минск. Эта неделя принесла нам много новостей о назначениях. Ну, во-первых, новым вице-премьером Беларуси стал Юрий Назаров, ранее возглавлявший им Белый лесбумпром. Также в понедельник состоялась 14-я внеочередная сессия. Был выбран председатель Минского городского совета депутатов. Им стал Андрей Александрович Бугров. Надеемся, тоже еще придет к нам в эфир в скором времени. За него проголосовали единогласно, пишет агентство Минск новости. До этого на посту председателя был Василий Понасюк. Кстати, тот и другой председатель, они приходили к нам в эфир на Радио Минск. Валерий Иванович, скажите, активно ли депутаты сотрудничают с вами в сфере столичного транспорта? Приходят ли с какими-то инициативами, предложениями? Да, конечно. Без депутатского корпуса нам было, наверное, сложно работать. Потому что, в первую очередь, они рассматривают и утверждают программы, мероприятия, которые финансируются без жета города. И мы в состоянии закупить подвижной состав, обновиться. Мы строим инфраструктуру. Кроме того, депутаты работают в своих округах и, конечно, собирают и получают ряд предложений от избирателей и направляют их для рассмотрения. А предлагают ли что-нибудь просто обыкновенные люди, которые пользуются городским транспортом? Ну, помимо депутатов. Конечно, каждый человек, когда он пользуется общественным транспортом, он праве оценить эту работу, насколько это услуга, она удобна, качественна, и высказать свою позицию, оценку ее. И, естественно, получаем очень много предложений от населения. Пределы где-то 120-130 предложений поступают ежемесячно. Мы их внимательно рассматриваем, обрабатываем. В большинстве случаев это с выездом на место для того, чтобы правильно оценить вопрос и правильно принять решение, это предложение стоит ли к рассмотрению, его нужно поддержать, внедрить. Хорошее предложение, которое поступает от населения, конечно, мы их принимаем в работу и реализовываем. А есть ли вот в голове, может быть, в памяти какие-то случаи, что вот пришло предложение, вот просто от простых людей, от обыкновенных, что рассмотрели и оказалось полезным? Ну, вот буквально у меня на проеме был человек два дня назад, который высказал, ну, не два, а на прошлой неделе был пассажир, который, вот, есть проблема, удачный участок находится в районе Жуковка, этот район обслуживается только одним маршрутом, и там три рейса выполняется. Очень неудобно, она живет в районе улицы Маяковского. Как создать такие условия, чтобы ей было удобно, комфортно туда доехать, не две-три пересадки, а более быстрым маршрутом каким-то? Ну, проработали вопросы, и сегодня мы готовим материалы, и, наверное, в ближайшее время будет объявлен конкурс на новый маршрут, который свяжет действия, уже открывающие наш вокзал восточный, с населенным пунктом Жуковки, и эти жители получат, тоже новый, удобный маршрут, беспересадочный, и человек сможет там добираться до Жуковки не полтора часа, но, по нашему оценку, в пределах одного часа она наберется. На этой неделе сразу несколько, можно сказать, знаковых новостей появилось, связанных с транспортной сферой, и, в первую очередь, связано с открытием автовокзала «Восточный», его планируют открыть 20 марта. Сейчас в Минске работает один автовокзал, центральный, и его мощности уже, как выяснилось, не хватает для того, чтобы в полном объеме обеспечивать все перевозки, и, в первую очередь, тех, что производится в нерегулярном сообщении. Поэтому и возникла необходимость открытия еще одного крупного пассажирского терминала, и было принято решение возобновить работу «Восточного». А почему так долго пустовал и не осваивался автовокзал «Восточный»? Ну, если говорить вообще о междугородних перевозках, то, если возьмем и времена прошлого столетия, 80-е, 90-е годы, маршруты междугородние обслуживались автобусами большой вместимости. Поэтому, естественно, при организации перевозок их нужно было меньше. В последнее время перевозчики и частные, и государственные оценили, и сегодня практически по всем направлениям перешли на автобусы малой вместимости. Вместимости их от 15 до 20 метров всего лишь только. Естественно, частота вот этих перевозок в последнее время стала существенно выше. Первое – это создало удобство для пассажира. То есть, чем чаще ходят, тем человеку не нужно заранее планировать, покупать билет, формировать свой какой-то рабочий график, чтобы попасть на этот рейс. Сегодня маршруты направления, которые имеют большой спрос, частота бывает 15-20 минут. В каждом направлении тоже возьмите Слуц, Солигорск, Гродно, Могилев. Довольно высокая частота. Человек может просто в любое время, захотев, обратиться к перевозчику и уехать в том направлении. Поэтому за счет этой частоты, конечно, отправлений с вокзалов стало очень много. Если мы говорим о центральном вокзале, то, естественно, сегодня в пиковое время он переоружен на 100%. То есть, не в пиковое, какие-то там ночные времена, да, там есть разрывы, которых можно еще организовать, какие-то отправления. В это время там используются для заказных автобусов, туристических автобусов, заказывать и площадки. А вот в пиковое время, когда самая нагрузка, когда люди приезжают в столицу утром, и вечером нужно им всем уехать после учебы, после работы и каких-то других вопросов, мест не хватает. Поэтому, естественно, город был вынужден принять какое-то решение, чтобы площадка, которая была закрыта в свое время, чтобы она была открыта. Кроме того, вот этой проблемы площадок, проблема размещения во время отстоя. То есть, автобус прибывает в Минск, ему нужно время где-то еще дождаться обратного рейса. То есть, это час, бывает два часа, то где-то разместиться. И поэтому они закрывали места, стоянки, где разрешены в районе Бобруйской, Свердлово и прочих местах, и создавали определенные неудобства. И, во-первых, и для них это неудобно, нет условий для водителя, то есть, отдохнуть, чтобы перед следующим рейсом в обратную сторону был свежий и мог безопасно довезти людей. Поэтому вот принято решение, и, естественно, мы рады, что владелец этого терминала, восточный, он принял такое решение. И 20-го числа вокзал будет открыт, и туда пойдут работать первые международные маршруты. Ну и надо отметить, что это выгодно для города с разных позиций. Во-первых, сокращается список неэффективно используемых или неиспользуемых объектов, снижается нагрузка транспортная на центр города. Ну и, как я понимаю, предприятие сможет зарабатывать, сдавая в аренду площади на втором этаже, потому что пока планируется задействовать только первый. Ну и плюс минчанам удобно добираться до восточного. В районе автовокзала проходят 19 городских маршрутов, и без пересадок можно доехать с Ангарской, Чижовки, Серебрянки, Лошадьцы, Курасовщины, Уручья. На сайте minskneus.by уже появился список маршрутов, которые будут организованы с восточного. Мы знаем, что из центрального ходит экспресс до национального аэропорта. Нет ли планов продлить этот экспресс и его маршрут до восточного? В целом, мы правильно сказали, восточный он востребован, будет в обязательном порядке. Первые маршруты, которые будут организованы с восточного, это и направления Любщи, Радон, Лида, Могилев, Витебск и другие. То есть, это те маршруты, которые сегодня, они необходимы кто-то продлить. То есть, есть какие-то спрос населения, что мы немножко глубь города продвинем эти маршруты, и у человека появится дополнительная точка посадки. То есть, люди, которые проживают в нашей восточной части, им не нужно будет ехать в центр города, добираться каким-то образом с пересадками. Они приедут на восточный вокзал, естественно, там не смогут воспользоваться междугородними маршрутами. Маршрутная сеть, как вы сказали, в самом деле городская, она там насыщена. В принципе, у нас маршрутная сеть самодостаточна в городе. И, конечно, ей нужно качество ее повышать, шлифовать, естественно, нужно создавать дополнительную. Но для того, чтобы добраться и перемещаться в городе, она самодостаточна. Но, вместе с тем, я думаю, что мы не остановимся над этим. Явно, что мы уже сегодня, когда отработали междугороднюю сеть, понимаем, что в некоторые районы, к сожалению, добраться нужно с пересадкой. Один из нюансов там, конечно, отсутствует станция метро вблизи. Но, вместе с тем, мы сейчас работаем плотно, работаем в каких районах недостаточно этой связи, возможно ли их продлить. Потому что система продления маршрутов, она имеет свои параметры, свои требования. Просто так нельзя принять решение продлить какой-то маршрут. То есть нужно выполнить определенные требования к этой сети, и после этого будет принято решение о продлении. Естественно, в любом случае экономику нужно считать, насколько это эффективно, эта сеть заработает. Но это вполне возможно. Вот одно из направлений, которое к нам поступило, наверное, мы будем ближайшее, уже сегодня прорабатываем, и, наверное, в ближайшее время будет принято решение. Вот у нас поступали обращения жителей, которые в Соснах проживают. К нам поступило огромное такое предложение от администрации заводского района. Сам глава обращался, на встрече с населением люди высказали, что необходимо вот эти маршруты, как в Сосны, там другой связи нет. Чтобы как-то они вглубь эти маршруты прошлись, куда-нибудь в центр города. Возможно, вот один из вариантов тоже рассматривается, что вот эти маршруты поселка, территории города Минска, Сосна, они были продлены, может быть, возможно, и вот на автокзал Восточный. Наверное, это будет удобно для здесь. Ну вот, продолжая транспортную тему, еще на портале Минск Ньюсб была информация, что в Минске в 2020 году планируют построить 147 станций для зарядки электромобилей. В Минске уже установлено 132 станции для зарядки, и вот одной из самых популярных, такой зарядочной, скажем так, станции, пользуется, ну, в среднем, 2-4 человека в день. Ну, это довольно-таки нормально, если учесть, что у нас только появляются электромобили. Скажите, Валерий Иванович, вот вам лично, какой вот стимул нужен, чтобы перейти на электромобиль? Вы, как человек, близкий к транспорту, пусть и к общественному, ну и, в принципе, вот как перевести людей? Для меня, наверное, главный вопрос, как человек, просто как человек, конечно, это расходы моей и моей семьи, потому что, насколько я владею информацией, что автомобиль, который имеет электрическую тягу, там расход существенно ниже. Вот мой автомобиль, у него расход 8 литров на 100 километров, у моего племянника расход 4 литра, у него есть функция электродвигателя. Естественно, автомобиль, набирая определенную скорость, он переходит на тягу электрическую и совсем другой расход. Естественно, я бы с удовольствием купил бы этот автомобиль, когда вопрос станет о покупке, но я должен, конечно, считать, что цена этого вопроса. Если цена будет автомобиля на бензине или автомобиля на электрической тяге будет одинакова, наверное, я выберу, конечно, автомобиль на электрической тяге. Ну, а вот в среднем, по, может быть, общественному транспорту, если сейчас владеете информацией, выгоднее троллейбусы или автобусы? Раз уж вот электричество, вы говорите, дешевле, может быть, троллейбусы или электробусы? Ну, в городе Минске, вы знаете, у нас сегодня есть 80 электробусов и идет закупка троллейбусов с автономным ходом. То есть город, принципиально же, вы понимаете, коль закупку начал осуществлять, он принял решение развивать свой транспорт в этом направлении. Значит, выгодно. Понятно, что мы, прежде чем принять такое решение, делали оценку, перевозчик просчитал, и его выводы, что эксплуатационные расходы на транспортное средство по перевозке пассажиров электрическое на 15% ниже, чем автобусным транспортом, в котором находится установлен дизельная тяга. Поэтому, понятно, мы в этом направлении будем развиваться, и программа наша настроена плавно, переход на замену автобусов на троллейбусы или с автономным ходом, или электробусы. Принципиально там две схемы. Первый электробус, который мы сегодня имеем, это когда экспресс-дорантка, когда моментально в течение 80 минут автобус получил свою энергию, он может двигаться. Когда устанавливается аккумулятор, естественно, тоже нужно время. Или мы заряжаемся в парке, через дни ночного отсутствия, если такой есть, или мы, допустим, используем действующую контактную сеть, когда часть пути, маршрута нет контактной сети, а на другой части она есть. Тогда на другой части он восстанавливает свою энергию и дальше. Раньше на поворотах, помню, толкали троллейбусы. Ну, в такое слегка постсоветское время, когда он выехал. Ну, давайте, кто мужчины есть, надо дотолкать, потому что слишком проводов. Да, сейчас все поменялось. Ну, там есть другое, другое нет. Не в том, что там не он вышел из строя. Вопрос в том, что на этих поворотах, когда идет разъединение контактной сети, там определенная часть контактной сети на беспитание. Он должен пройти по инерции. Если он неопытный водитель, где-то потерял ход, то, естественно, он остановится. И дальше нужно выходить пассажиром и толкать его, чтобы опять встал под напряжение. Ну, тогда, я помню, это объединило нас всех. Ну, еще один момент. Использование электромобилей и такого рода общественного транспорта, оно в плюс не только личному бюджету или бюджету города. Это еще вклад в общее дело по защите экологии. И, возможно, использование электротранспорта будет тормозить изменения климата. Вот в эфир радио Минск недавно приходили синоптики и рассказали, что прошлый год стал вторым самым теплым в мире за всю историю метеонаблюдений. В принципе, это можно и без статистики понять. Мы все видим, зимы как таковой не было. И с конца 80-х температура воздуха в Беларуси постоянно повышается. С экономической точки зрения это выгодно Минскому транспорту. Экономия на отоплении, в обслуживании, амортизация, я так понимаю, износ снижается из-за отсутствия перепадов температур, плюсовые и минусовые. Удалось ли сэкономить этой бесснежной зимой предприятию столичный транспорт и связь? Ну, нашу предприятию, может быть, и нет, потому что у нас своего транспорта нет. А вот наш главный переводчик Минстрана, естественно, в этом году он получил определенную экономию. Это скажется, наверное, на его финансово-экономических результатах. Мы сэкономили в этом году за 4 месяца, прошедшие условные зимы, где-то 910 тысяч литров топлива. То есть это существенная экономия, и по электроэнергии там существенные тоже показатели. Экономия составила 3900 тысяч киловатт. То есть это существенная экономия для топлива. Конечно, если мы говорим о топливе, дейтельном топливе, то цена его, конечно, подросла за этот период времени. Но вместе с тем мы понимаем, что чисто в цифрах мы имеем положительный результат. Конечно, имеем положительный результат. Напоминаем, что в эфире о радио Минск программа «Говорит и показывает Минск». Сегодня в роли ее ведущих Виталик Малиновский, Николай Смирнов. А в гостях у нас директор государственного предприятия «Столичный транспорт и связь» Валерий Иванович Шкуратов. Продолжаем обзор новостей портала Minsk Newsby. И он пишет на этой неделе, что венгерская сторона призывает органы Евросоюза до июня ратифицировать соглашение с Белоруссией об облегчении визового режима. Ну, так сообщает корреспондент агентства «Минск новости». На информационном портале можно прочитать подробности. Что же касается Венгрии, так это еще не все. Вот, наверное, вам, Валерий Иванович, как и нам, советским пассажирам, Венгрия близка своими карусами. Когда еще такой руль здоровенный был, такой водитель автобусов. Ну, всегда интересно было наблюдать за их работой. Фильм такой есть, практически посвященный автобусу, да, советский. И оранжевое настроение такое. Хороший автомобиль, автобус, конечно. Для своего времени. И вот сейчас как раз нам есть чем ответить. Беларусь сделает для Венгрии 42-этажных поездов на этот раз. Вот, обменялись, так сказать, транспортом. Вот, об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей в Венгрии. И первые 11 уже в этом году, в этом месяце даже, будут курсировать по Венгрии. Вот, скажите, а какой вы личный вид транспорта предпочитаете городской? Ну, или для путешествий, например, для дальнего расстояния? Ну, если говорить о практике, то в большинстве своем случаев перемещений по городу Минску я пользуюсь, конечно, метро. Ну, так сложилось, что для меня это удобно, быстро, ну, и комфортно. Удобной системой платы при необходимости, вопросов в этом нет. Но если говорить о моей оценке, вот к какому я, к какому виду транспорта я отношусь, ну, с положительными эмоциями, там, с поддержкой. Естественно, мне нравится, конечно, трамвай. Трамвай первая, он имеет, как для меня, перевозчика, такой возможность осуществлять перевозки большой массой. То есть можно многими единицами его соединять, и можно перевозить фактически те же объемы, что этого метро. Первое, если его обустроить по-европейски, допустим, или по нашим требованиям, то есть она должна быть, полоса каким-то образом имеет приоритет, возможно, обособлена, когда на ней скорость будет хотя бы там 25, может быть, и 30 километров, то есть скорость высокая, то мы получаем тоже метро, только наземное. И понятно, это метро, полученное наверху, оно дешевле будет, существенно будет дешевле, чем строительство самого метро. Но при этом мы, когда перемещаясь в городе Минск, мы видим Минск, мы смотрим налево, направо. Для нас это интересно. Для меня вот это самое, наверное, одно из главных. Я бы был, конечно, за трамваем. За трамваем. И, конечно, немножко не такой, как у нас этот трамвай сегодня сложился, но немножко, чтобы он был. И подвижной состав был другой. Чтобы он был низкопольный, чтобы он был комфортный. И чтобы пути, главное, чтобы пути были вот такие, чтобы на нем трамвай шел первым всегда. И со скоростью хотя бы там ближе 25-30 километров. Ну и люди на него переключатся. Естественно, человек сразу выберет этот вид транспорта. Потому что я вспоминаю, когда мы начинали, наверное, лет 15 назад ремонт ветки в Зеленый Луг, и трамвай там закрывался. Вот мы выезжали, там встречались с населением. Один вопрос. Первый, не вздумайте закрывать. Люди, жители, которые там живут рядом вдоль этой улицы, вдоль трамвайных путей, говорят, ни в коем случае не вздумайте. Хотя вот наш трамвай, который там ходил, он и шумным был, и барабани там, стекла дребезжали в то время. А теплые струны души все-таки. А вот нет, вот жители, ни в коем случае. Да, вы улучшаете, мы, они готовы были подождать, чтобы он стал лучше, и сам путь стал более комфортный, и сам вагон стал более комфортный. Но ни в коем случае не убирайте, ни в коем случае. Я хотел бы вернуться к теме путешествий. Какие города из тех, что вы побывали в Европе, или, может быть, в мире, вам понравились больше всего? И подмечаете ли вы профессиональным взглядом организацию транспортного движения в других странах? Вот мы иногда путешествуем, особенно в соседних странах, включаем радио и слушаем, не понимаем язык, но хотим понять язык радио, и какие-то можем для себя делать заметки. Обязательно в порядке, когда удается быть на каких-то выставках, конференциях или по каким-то другим вопросам. Конечно, профессионально даже не обращаясь, вроде не думал об этом смотреть, но ты обращаешься на работу этого транспорта. В первую очередь, наверное, городов таких, которых транспорт, какие-то виды транспорта развиты лучше, чем у нас, тот же трамвай, естественно, в первую очередь бросается в глаза тоже Хельсинки, или даже та же Варшава. В Варшаве транспорту, как виду трамвая, много внимания. Дельной, он перевозки где-то в пределах 40% обеспечивает перевозки в Варшаве. Это чисто закрытый путь полностью, 100%. Это вагоны имеют при движении, имеют приоритет движения, и там скорость трамвая от 19 до 25 км в час. Вот эти вопросы, конечно, стоит внимания, и нужно обращать внимание на это и развиваться. Но если говорить о метро, то у нас метро тоже, я думаю, одно из педовых мест занимает в мире. Ну, по чистоте, по крайней мере, и понятности, это точно. Качество, системы работы, безопасность, все это, я думаю, это мировой тренд такой, можно приезжать в наше Минское метро и учиться. Наземный транспорт вообще в целом остальной, троллейбусы, автобусы, конечно, требуют модернизации. К сожалению, в среднем возрасте у нас автобусов всего нет, троллейбусов 10 лет. Это срок полностью выработки своего ресурса. Поэтому говорить, что он у нас самый лучший уже не приходится. Весь мир сегодня переходит, та же Европа переходит. Весь транспорт наземный с кондиционерами, в обязательном порядке. Это низкий пол. Ну, у нас уже практически, мы подходим к этому пути, когда у нас весь наземный транспорт будет с низким полом. То есть человеку будет удобно, не нужно будет тратить много времени, чтобы подняться в этот автобус. Трамвай в этой части, конечно, по всем параметрам они у нас проигрывают. И вот самый главный сегодня вопрос – это трамвай, на котором нужно работать, работать и работать. Понятно. Ну и говоря о других странах, мы сразу вынуждены вспомнить о коронавирусе, который просто наполнило информационное пространство во всех СМИ, в разных странах, в том числе на сайте агентства Минск новости. К сожалению, такого рода заболевания не знают границ. И Беларусь активно защищается от этой напасти. У нас в национальном аэропорту на границах дополнительные пункты контроля усиливают, увеличивают число средств для обеззараживания антисептиком. Помимо этого, в минских магазинах, кафе и других людных местах для посетителей ставят дозаторы с тем же антисептиком. Маршрутчики, вот недавно появилась новость, активно подключились к вопросу профилактики. Причем, насколько я знаю, это была рекомендация. Но люди сами понимают, что это никогда не помешает. И стало известно накануне, массово достаточно, что общественный транспорт теперь обрабатывают тщательнее, хотя это уже происходит с февраля. Но вот только накануне буквально СМИ распространили информацию. Расскажите, как это происходит. В целом, в феврале месяце, в начале февраля, мы порекомендовали всем перевозчикам в обязательном порядке, учитывая общую информацию, которая есть сегодня в прессе, СМИ, распространить коронавирус, провести работы. Фактически, это регламенты работы, которые должны делать перевозчики в обязательном порядке. Транспортное средство, оно должно ежедневно после окончания работы производиться уборка. А в этом случае просто надо усилить, закупить определенные средства, антисептики, дезинфицирующие средства, что было и сделано. И вот эта работа, она уже более целенаправленно проводится. То есть ежедневно каждое транспортное средство, прибывая в свой парк или свою базу, где она проставится, в обязательном порядке обрабатываются сидения, поручни, стекла, все, что подлежит контакту с человеком, оно подлежит обработке. Кроме того, если мы говорим о метро, то станции сами, после окончания, как закрывается станция, обрабатывается все, что касается человека, полы, стены, поручни, все это тоже, эскалаторы, все эти предметы обрабатываются. Что касается частного транспорта, мы думали, что они все-таки это частные перевозчики, экономят рубль в последнем месте с тем как-то. Я даже не ожидал, активно они взялись за это дело, и практически во многих даже установили дозаторы установленные, салфетки и подвижной состав, по крайней мере, вот тем отчетом, который не нам представляет, что это делает. То есть в части регулярных перевозок вопросов мы не видим, что там, наверное, поскольку это управляемый процесс, в части междугородных регулярных перевозок там перевозчики достаточно активно и ответственно эту работу делают. В части, есть часть перевозчиков, которые у нас формируются, как вы знаете, на Сердлово, они регулярные перевозчики, это фактически работы сами по себе, но у нас информации как таковой нету. Но я думаю, они тоже люди ответственные, должны, понимая общую информацию, должны, наверное, проводить тоже работу по этому направлению. А вот в межсезонье, когда нет каких-то эпидемий, вирусов, проводится обработка? Ну, может быть, в каком-то более легком масштабе часто? Транспортные средства в обязательном порядке подготовятся к следующему дню, они обрабатываются, то есть моющими средствами в обязательном порядке. Каждое транспортное средство. Такого не может быть. Она не может выйти завтра на линию, чтобы она была не обработана. Но есть еще определенные другие параметры, когда есть там у нас Т1, Т2, когда эта обработка, она усиливается, вымывается вообще практически как дома, в квартиру. Ну, когда мы слышим о принимаемых мерах, возникает вопрос, а имеет ли смысл сделать такого рода усиленную обработку постоянной? То есть ситуация с коронавирусом поутихнет рано или поздно, но инфекций много, людей за один в транспорте проходит постоянно, и, возможно, вот то, что делают, в том числе маршрутчики, можно было сделать независимо, ни от чего. Ну, я думаю, что нормы, которые прописаны по обслуживанию техники, они достаточно подробно описаны, что нужно делать. Просто нужно владельцам транспортных средств это выполнять добросовестно, как это прописано в этих наших нормативах, они должны выполнять. И я, по-моему, мне и будет достаточно. Кстати, о том, как обрабатывают общественный транспорт, есть репортаж на YouTube-канале портала Минск Ньюс Бай, поэтому советую посмотреть. Можно воочию оценить, как это происходит. Ну и продолжая тему здоровья, продолжим ее спортивной тематикой на Кубке IBU. Я правильно сказал, Николай, да? Так произносится? Да, можно говорить полностью Международный союз биатлонистов. На Кубке Международного союза биатлонистов. В Раубичах Беларусь Максим Воробей Беларусь стал серебряным призером спринтерской гонки. Всего на старт вышли 73 биатлониста. Помимо этого, Беларусь заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы по биатлону 2020, который проходил в тех же Раубичах, сообщает корреспондент агентства Минск Новости. И причем первоначально перенесли его из Эстонии в Беларусь, потому что у нас как бы снег еще остался, а пушки не могут работать. Валерий Иванович, вот следите ли вы за спортом и, может, не за биатлоном, за каким-то другим спортом, как поклонник и, ну, может, как участник занимаетесь каким-то спортом? Ну, в свое время занимался, сегодня уже не так активно, как говорится. А каким? Для себя я поддерживаю. Ну, я футбол, активно занимался футболом в свое время. Поэтому сегодня, конечно, я поддерживаю свою фону, думаю, что на достаточном уровне. Но вместе с тем я люблю спортивные мероприятия. И вот если касается конкретно биатлона, когда начинаются чемпионаты, европейские чемпионаты, мировые чемпионаты, я практически не пропускаю ни одной информации, которая бы не давала оценку, просмотры видео, обязательно в порядке. Естественно, я болею за белорусскую команду. Если говорить о спортсменах, которые там выступали, конечно, мне нравятся подходы, и самоповедение, и выступление. Нарья Домаревичева, это понятно. Но в целом, есть на кого посмотреть. Вот в этой области спорта есть на кого смотреть. И французы, и норвежцы, конечно. У предприятия столичных транспорта и связь есть своя сборная по футболу? Наша организация очень маленькая, поэтому, к сожалению, у нас 39 человек всего, поэтому сложно пока создать. На неделе появилась информация спортивная, что Беларусь может принять чемпионат мира по биатлону в 2025 году. Об этом сообщил, в частности, заместитель директора Равбича Леонид Карась. После недавнего чемпионата Европы представители Международного союза биатлонистов или Лебию подтвердили, что в 2022 году в Беларуси состоится этап Кубка мира. У нас уже есть опыт проведения крупных соревнований, и мне кажется, что после европейских игр столичным транспортникам ничего не страшно. Мы сможем организовать доставку и пассажирские перевозки тут даже не столько в городе, сколько в пригород в данном случае. Если говорить вообще о таких мероприятиях, вообще наша организация, она участвует во всех мероприятиях, потому что нельзя сказать, что мы где-то там в каком-то виде спорта не участвуем. Поэтому без нас не проходит фактически ни одно крупное мероприятие в городе, как это концерты, спортивные мероприятия, футбол, хоккей, биатлон, теннис. То есть мы участники везде, и наши специалисты готовят соответствующую маршруту, сеть для обеспечения перевозок. Мы его контролируем, отслеживаем и даем оценку. Те же рабочи, на которых мы сегодня заканчиваем эти перевозки, у нас 13-15 будет следующий стрельбы на Раубичах, нужно будет обеспечивать. Что касается чемпионата мира 2021 года, и вот о том, что мы говорили, естественно, мы в 2021 году уже начинаем готовиться активно, то есть мы сегодня отрабатываем планы, которые необходимо будет реализовать. Они не связаны только с работой самотранспорта, главное в нашем деле это информирование, то есть человек должен знать, какая сеть там будет работать, чтобы человеку было удобно, комфортно добраться. Мы расскажем, как в СМИ. Да, добраться на объект спортивный и вернуться обратно домой. Это главная идея. Если мы в информационный блок вложим все, что знаем и умеем, и это будет удобно человеку, то на маршрутной сети можно, это как второй этап, она будет работать. Потому что маршрутная сеть сегодня в городе принципиально может обеспечить любые мероприятия, которые приезжают. Это мощный, мощный. У нас сегодня работает тысяча автобусов, 600 троллейбусов, сотню трамваев, метро, которые сегодня обеспечат практически 40% всех объемов. У нас сегодня маршрутные такси работают, 500 единиц ежедневно. Потому что у нас мощная маршрутная сеть, которая практически сегодня имеет, обеспечивает беспересадочную связь с любым районом. Конечно, исключения какие-то есть, но принципиально практически любой район на каком-то из видов транспорта можно набраться беспересадочной. Это главное. В эфире программа «Говорит и показывает Минск». Сегодня у нас в гостях директор государственного предприятия «Столичный транспорт и связь» Валерий Иванович Шкуратов, и мы обсуждаем итоги уходящей недели. Как сообщает портал агентства «Минск новости», в Минске зоопарк привезли недавно львов из Ташкента. Артур и Ника. Им по полтора года. Их так назвали Артур и Ника. Им по полтора года. Они оказались у нас по обмену, а в столицу Узбекистана из нашего зоопарка уехали пара енотов, сепух, темных тигровых питонов, несколько десятков грызунов. Такой обмен интересный. Ну, значит, львы все-таки дорогие животные, скажем так. Ну, а тем временем, если говорить уже о животных и о тех животных, которые проживают с человеком, 57 минчан в прошлом году были наказаны рублем за нарушение правил содержания выгулы питомцев. Они получили штраф и в общей сложности заплатили более 2000 рублей. Среди основных нарушений были отсутствие регистрации животного, выгул крупных собак без поводка или намордника. И вот об этом написало агентство «Минск новости». Скажите, пожалуйста, вот есть ли у вас, может, домашние животные? И какие? Или были, может, когда-то? В нашей семье есть кошка. Да, которая является членом нашей семьи. Ей уже 13 лет, поэтому... Ну, выгуливать-то не надо, поэтому как-то свобод таких нет. Мы на дачу и выгуливаем, она там в свободном режиме работает. А вот как житель города, вы наблюдаете ли, может быть, можете там войти в положение все-таки? Как обстоит в городе, в Минске, ситуация с площадками для выгула собак? Ну, вот я знаю, что многие, ну, я в том числе, ну, так, настороженно относимся, что как бы не особо хватает этих площадок, особенно если люди живут где-то в центре города, там и в принципе-то территории. Я думаю, что недостаточно, по крайней мере, если говорить о том доме, где я проживаю, у нас, наверное, в каждой квартире, не скажу, что есть, наверное, питомцы, которые требуют выгула. И встречаешь и утром, и вечером, когда соседи выходят с пиццами-витонцами на прогулку. Естественно, они выгула осуществляются там, где они проживают. Я даже не знаю, где там вблизи есть специальные площадки. Ну да, тут, получается, грубо говоря, человек бы, может, и выгуливал бы в специально отведенном месте, но где найти такие места? Порой бывает вопрос. Интересной статистикой также поделились журналисты агентства Минск Новости на уходящей неделе. Они пообщались с представителями главного статистического управления города Минска и узнали, на что тратят деньги меньшане. То есть они посчитали, на что мы тратим деньги. Расходы на продукты питания – это 40% трат в месяц. На покупку непродовольственных товаров – 31% и на оплату услуг – чуть более 27%. И поскольку на питание уходит, получается, 40% из всего, что я описал, это большая часть, мы разобрались еще, что кушают меньшане. Ну, оказывается, ну, сколько тратят, на покупку чего. Получается, почти 25 килограммов. Я лучше буду в день говорить, так понятнее. 260 граммов в день мы кушаем молоко, получается, и молочные продукты. Вот. На втором месте по популярности – фрукты и ягоды. Это 80 граммов в день примерно фруктов и ягод. И почти поровну овощи и мясо – это 600-700 граммов. Вот. Стало быть, ежедневная 75-граммовая порция овощного салата и столько же бифштекса. Интересно было бы узнать отдельно, сколько меньшане тратят на продукты перед праздниками и какие именно покупают. Да, вот вариант. Скажите, а вот вы готовите дома сами? Есть ли какие-то фирменные блюда или не хватает времени больше на такое? Ну, почему? Да. Во-первых, я люблю молочные продукты, в первую очередь творог, в большинстве своём, конечно. Ну, если выпадает время и есть возможность, конечно, я люблю готовить плов. По моему мнению, у меня неплохо получается. Поэтому семья иногда и заказывает, поэтому вот, наверное… К 8 марта, наверное, вы можете приготовить. Принципиально, сейчас сказать, могу приготовить всё. Ну, естественно, не совсем уж там такие деликатесы, но простые продукты. Ну, плов тоже нужно постараться, это не пельмени там бросил и достал. Ну, да. Понятно. Пельмени нужно приготовить тоже уметь. Тема готовки мужчинами актуальна становится с приближением 8 марта, но вы, как представители транспортной сферы, можете приготовить для минчанок подарок, как это сделали в мэрии российской столицы. По случаю 8 марта проезд для женщин на общественном транспорте Москвы и Подмосковья, а также в пригородных электричках будет бесплатным. Об этом сообщил в Твиттере мэр Москвы Сергей Собянин. Как вам такая идея, и можно ли со временем ожидать подобную акцию у нас? Ну, что касается приближающего праздника, естественно, мы тоже поздравляем всем, всех женщин с этим наступающим праздником. Естественно, у нашей организации отдельно будет поздравление от мужчин, в обязательном порядке цветы. Что касается вот такого бонуса, естественно, ну, во-первых, право на какой-то бесплатный проезд, и как бонус, к сожалению, нашим законодательством обладают более высокие государственные органы, которые могут принимать решения. На уровне мэрии такого решения, по моему мнению, технически нельзя принять. Хотя, наверное, в мире много есть таких практик, когда принимаются решения, когда в общественном транспорте проезд бесплатный. С одной стороны, это стимулирует человека пользоваться общественным транспортом, он отказывает свои личные автомобили. Вот в этой части я бы, конечно, рассматривал бы варианты, может быть, просчитать их надо, обосновать. Вот такие предложения, которые не существуют. Мы знаем, в Европе Люксембург принял такое решение. С марта была новость в нашем эфире. Да, и пассажиры будут уже пользоваться бесплатно. Хотя все равно человек будет платить, конечно, за какими-то другими механизмами. Но как идею. Как идею можно принимать, да. Ну и продолжая праздничную тему, еще напомню и нашим читателям, и зрителям, и слушателям, о том, что портал Минск Ньюс Бай тоже провел опрос, что хотели бы получить, и что не хотели бы получить женщины к 8 марта. Вот, и оказывается, что на некоторые подарки могут обидеться. Ответ был такой, никаких фартуков или наборов полотенец. Ну, это своеобразный ответ женщин-мужчинам, на их нет носкам и бритвенным станкам. Да, ну, наверное, так. Ну, давайте, может быть, по пару слов. По воле случая, мы сегодня оказались чисто мужской компанией перед Международным женским днем. Все случайности не случайны. Валерий Иванович, вот у вас есть возможность поздравить женщин с наступающим праздником. Я хочу от себя лично, от всех работников транспортников, поздравить женщин с этим праздником, пожелать им любви, здоровья, чтобы мужчины всегда были рядом, надежные. Приглашаем их в наш транспорт. Мы будем создавать в эти дни все условия, чтобы им было комфортно. Ну, я пожелаю, вот продолжая тему транспорта, чтобы сразу уступали места в транспорте. Даже которые, когда стоять, но удобнее, но тоже уступали, потому что... Ну, это все-таки сейчас вот очень модно, там вот эти вот какие-то там зараенства и так далее, но все-таки почувствовать себя человеком, для которого что-то делают, это всегда приятно. Только вот чтобы вы себя чувствовали человеком, для которого что-то делают и делали много. Ну, а я пожелаю всем женщинам чувство весны, не только снаружи, но и внутри. И я обычно в этот день или в преддверии этого дня люблю желать женщинам, чтобы подобного рода праздники у них наступали не только один раз в году. Актуально. Это была программа «Говорит и показывает Минск». Ее вели Николай Смирнов, Виталий Малиновский. Сегодня у нас в гостях был директор государственного предприятия «Столичный транспорт и связь» Валерий Иванович Шкуратов. Видеоверсию программы скоро сможете увидеть на YouTube-канале «Минск Ньюз», агентство «Минск Новости». Хороших вам новостей. Следите за ними на радио Минска. До встречи в эфире. До свидания.